Всем привет, ребятки! Вы находитесь на канале Пандусик. Меня зовут Евгения. Играем мы сегодня с вами в Demonologist на среднем уровне сложности и мы пришли на вторую карту. Так, что нам необходимо сегодня сделать? Ага, так, призрак у нас отвечает. Даже если мы вместе, но это не имеет значения. Так, нам нужно прочитать потерю записку, провести ритуал на пентаграмме. Кстати, я этого ни разу не делала. И найти время, чтобы, соответственно, изгнать призрака. Ну что ж, пойдем. Находимся, да, на карте Циклон Стрит. Я называю ее Суслон. Суслон Стрит. Так, я же фонарик взяла. Я фонарик взяла. Все, погнали. Ну что, призрак, надеюсь, сегодня ты будешь к нам добр. Мои финансы будут романцы, поэтому я купила сегодня только два успокоительных. К великому сожалению. К великому сожалению. Вчера я, успешно выполнив все задания, неожиданно умерла от картишек. Ага, спасибо. Вот. И, соответственно, все вещи потеряла, поэтому сегодня я была немножко уже не так сильно расточительна, как вчера. Так, где здесь? Как неудобно. Ты представляешь, ты заходишь в комнату, и чтобы тебе включить свет, нужно обойти. Почему выключатель не здесь? Спасибо. Пятерочка. Блин, а у меня нет этого. Фэшечки. Так, призрак у нас на втором этаже. Пока непонятно, в какой он комнате, но я сейчас бегаю за предметами. И... Извиняюсь, еще голос с утра не прорез... В смысле? Ты зачем это сделал? Блин, я уходила, он взял лампочку, бахнул. У какой? У какой ёськи? Так, нам нужно М5 отметить. Призрак, кстати, активный. Смотри, только в дом... А, слушай, это он на балконе, может быть, там что-то? Или это что-то? Короче, призрак что-то делает, я нахожусь на улице, он что-то делает. А у меня уже 86%, я только в доме побыла. Но это из-за, видимо... Из-за того, что были уже взаимодействия с призраком, наверное. Я надеюсь, ты меня не будешь сейчас кушать прям сразу. У меня всего лишь две таблеточки. Хорошо, что мне не надо сфоткать призрака, я бы, наверное, родила бы сфоткать призрака. Так. Надо проверить, в какой он комнате. Ну, он явно вот в этой. Пойдем, уф-шку быстренько принесем. Надо же отпечатку собрать. Он так активно дверь дед банит. Где вообще в целом призрак активный. Так, мы берем уф-шечку, вот это еще, и нам еще нужно вернуться за стеклышком. Или, может быть, у меня не голос. Что-то я как-то не очень себя чувствую с утра. Как будто у меня немножко подхрипшее горло. Или гундосю немножко. Что-то вот есть такое. Потому что, ну, отпечатков нет. Я думаю, что я быстро достаточно пришла. Так, ты можешь говорить? Ты меня слышишь? Поговори со мной. Ты рядом, ты близко. Ты меня слышишь? Ты можешь говорить? Дай мне знак. Так, ну. Отпечатков пока нет. Так, аж какая температура, интересно, вот здесь. Слушай, температура пока нормальная. Я не вижу маленькой температуры. Хм, странно. Ладно. Пока температура достаточно нормальная. В комнате должна быть в районе 10 градусов, насколько мне уже известно. А в комнате призрака в районе 10 градусов обычно. Блин, я камеру не поставила. Так, чувак, по рассудку. 75. 75 уже. Ну, давай, давай, рискнем. Я отнесу камеру и посмотрю стеклышко. Надеюсь, 5 процентов рассудка мне будет достаточно. И успею выпить таблеточку. Чувак, давай улики там, пожалуйста. Так, смотрим. Следы эктоплазма. Смотрим и не видим. Ну, давай еще в этой комнатушке посмотрим. Обычно они сразу бросаются в глаза. Я уже об этом говорила. Я там постоянно об этом говорю. Так, ставим камеру вот сюда. Прям на входе. Отлично. Так, еще раз посмотрим. Это бросаем. Еще раз посмотрим температурку. Нормализуется ли она или нет? Что-то интересно. В смысле, а где температура? О! У меня призрак внизу. У меня призрак внизу в коридоре. Поэтому он здесь бахнул лампочку. Господи, я сейчас рожу от страха. В смысле? А почему ты сверху взаимодействовал? Ты прикалываешься? О! Беда. Я не знаю, зачем я разворачиваю. Надо ли его вообще разворачивать, я не знаю. Прикольно, прикольно. Блин, хорошо, что догадалась. Посмотреть температуру внизу. Как-то непонятно пробивают вот эти взаимодействия. Так, отсюда я все забрала, да? Теперь вот это. Говорилочку. Здесь еще посмотрим отпечатку. Ты можешь говорить? Ты меня слышишь? Ты рядом? Ты близко? Он пищит наверху. Я не знаю, как это работает. А, мне еще их за стекло надо. Блин, а это может быть призрак по типу близнецов там? Интересно мне знать. Пока там призрак давал мне какой-то ивент, я нашла следы эктоплазмы. Юрей или Бомираж? Почитаем. Так, 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 так. Юрей. С большой вероятностью насчет охоты, когда вы держитесь вместе, слабеет, находясь в одиночестве. Ага. Нет сведений, нет сведений. Хорошо. Так, ну у нас есть две улики. Я, в принципе, могу на улице, наверное, посмотреть за СГ. А вдруг... Кстати, проверим, что у нас может быть. Давайте-ка что-то я сразу... Так, отпечатки рук. Что-то он там двигает. Так, отпечатки рук может быть. А, рисунок на холсте быть не может. Минусовая. Минусовая быть не может. СГ. СГ быть может. И микрофон. Некрофона быть не может. Это у нас либо СГ, либо отпечатки рук. А, да, я же правильно отметила? Да. Либо СГ, либо отпечатки рук. Ну, слушайте. Вроде бы как будто бы легко. Но СГ такая вещь. Давайте посмотрим СГ по камере. Может быть, нам повезет. Но призрак активный, мне кажется, это Юрей. И у меня очень быстро падает рассудок. Я не знаю, схожи ли какие-либо призраки... Ну, вернее, умения, обилки, там, призраков из фосмофобии. Схожи ли они с... Прикольная анимация. С призраками из этой игры? Или они прям вообще все перевернули? Мне пока кажется, что это Юрей, потому что у меня ужасно быстро падает рассудок. То есть, если сравнивать со вчерашней каткой, которую я записывала, это прям земля и небо. А если у нас Юрей, то у нас, по-моему, отпечатка. А, нет, наоборот, СГ. СГ должно быть, да? Ну, давайте смотри, давайте смотреть. Призрак, ты, пожалуйста, больше никуда не переезжай. Не очень понятно, почему он взаимодействовал сверху. И мне Эмп прям сверху дал. И дверь он эту сверху через вот это вот потолочное перекрытие дотягивался. Я не знаю. Странно. У меня всего две таблетки. И все-таки на среднем уровне сложности достаточно тяжело мансить призрака, потому что они, мне кажется, здесь быстрее. А я еще и кресты не взяла, да? Я забыла кресты купить, смотри. У меня вообще нет защиты. У меня вообще нет защиты. Я забыла купить кресты, Господи. Блин, ну пожалуйста, чувак, давай улику. Я не могу понять, почему я нахожусь в своем убежище, у меня падает рассудок. У меня было 60% только что, уже 53-55. Ну, 56. Туда-сюда у меня рассудок скачет. Либо отпечатки, либо ЭСГ. Одно из двух. Ну, уже 47%. Как это работает, я не знаю. Я, короче, пью таблетку, зеркальца я не буду выпускать вдруг. Потому что... Мне потом часики искать. Время, вернее, искать на стенах. Немножко я сомневаюсь насчет того, что эта каточка будет у нас успешная. Давай возьмем свечу с собой. Просто. Мне с ней спокойнее. Я пойду проверю отпечатки. Может быть, он что-то поделал. Может быть, это и вовсе не Юрей. Может быть, это Мираж. Как здесь работают призраки, я не знаю. Что, я выключила фонарь? Так, где тут выключатели у нас? Блин. Блин, дай мне ЭСГ, ну, по-братски. Ну вот, я пришла. Ты здесь, 5 градусов. Все отлично. Проявись. Покажи себя. Проявись. 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 Пожалуйста, покажи себя. Блин, ну давай. Ну, неужели мы сейчас полчаса будем сажать рассудок и ждать ЭСГ? Ах, ты ж. Блин, ты мне лучше бы ЭСГ дал, а не Ивент. Блин, сердце аж в пятки ушло. Вот зараза, а. Чувствую себя так же, как я начинала играть в фазмофобию. Ивент он мне дал, ЭСГ не дал. Зёпа, Новый год. Пожалуйста. Проявился, показал себя, но не так, как мне было нужно. Так, а я правильно улики отметила? Давайте-ка проверим. У меня был М5, да, следы эктоплазмы. Может быть, поближе сюда принести ЭСГ? А, ну давай. А, я всё присесть пытаюсь. Давай вот сюда, прям на входе поставим. Раз ты мне здесь и Вентик дал. И камеру вот здесь поставлю. Пусть. По идее, по идее, не имеет значения, да, как я его ставлю? Лицевой стороной или же нет? Ну, мне так кажется. Блин. Путаю со страху все кнопки. Блин, это стрёмно на самом деле, что падает рассудок. Даже несмотря на то, что я в убежище нахожусь. Секунду, Дискорд выключу. Вот как всегда, как сяду записывать, обязательно начинаю брякать. Извиняюсь. Выключила Дискорд. Мы тратим драгоценное время. Которое могли бы потратить уже на выполнение заданек. Что такое было? Слушай, может это всё-таки отпечатки? Ну, ты хоть пощёлкай что-нибудь, хоть дверь там закрой. Не знаю, чтобы я убедилась. Но отпечатки... Я просто не знаю, сколько отпечатки держатся. Вот честно, не знаю. Если в фазмофобии мы примерно знаем уже время, вернее, даже точное время знаем, сколько они держатся, то здесь я этого не знаю. Может быть, надо было подробнее бы изучить игру? Я понимаю, что, возможно, это моя ошибка, но... Он трогал двери, я вроде бы сбегала до фургона, прибежала, проверила, и отпечатков не было. Я бы поставила ЭСГ. Я уже устала, честно говоря, его ждать, да и время это тянет резину. Ролик из-за этого будет гораздо длиннее. И не особо интересен. В общем, ставлю ЭСГ. Я думаю, что это оно. Не хочет он ничего трогать. А у меня уже 60% рассудка. Так, что нам там необходимо сделать? Так, записочку мы найдем. Ритуал на пентаграмме. Не знаю, пойдем сейчас. Но я, в общем, пойду сейчас искать время смерти, и заодно провести ритуал на пентаграмме. Как же это делается-то? Интересно. Ладно, пьем таблетки. Последний раз проверю отпечатки. Сколько рассудка? 92. Допустим, если взять... Время начала охоты 50% у призрака. Ну, вернее, 50% рассудка у нас. И начало охоты у призрака. То у меня есть на все про все 40% рассудка. Не дает он СГ. В общем, я ставлю СГ. Ставлю Юрея. И пошли искать время смерти. Записку. А еще ритуал на пентаграмме. Может быть, я пока буду искать и это. Это что такое? Это что такое? Это пентаграмма или что это? Что-то звуки новые. Господи, мне страшно. На втором этаже, что ли, пентаграмма? Блин, я не хочу в подвал идти. Давай я на второй этаж схожу в время, посмотрю. И заодно посмотрю, что там шумит такое. А здесь уже шумов нет. Блин, времечко, родненькое. Ты где? А, вот это пентаграмма. Слушай, а как здесь ритуал провести? Я не знаю, что здесь делать нужно. Здесь еще какое-то время тикает. Блин, ты прикалываешься? Что сделать надо? А ну! Господи! Что там такое? Мне страшно, оно тикает все быстрее. О, господи! Может мне нужно стоять здесь? Что-то время не могу найти. Ну, вот. Честно. Я не знаю, я не могу время найти. О, 3,55. И что нам еще нужно? А, записку найти. Записка, 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 наверное, где-то в подвале. Давай прибежимся. Я не знаю, я просто постояла, короче, в этом круге. О, чемоданчик. Это чемоданчик, ящичек, коробочку какую-то. А, вот записка, вот записка. Все. Не буду ее еще читать. Время, время, часы. Часы, 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 часы. Ну, давай в подвал. Так, 3,55, да? Господи, я уже забыла время. Здесь нет часов. Бля, а что так темно? Конечно, блядь. Так, вот часы. О, доска Уиджи у нас, кстати. Так, 3,55. Блядь, Женя, не туда нажимаешь. Три. Правильно же? Нет, неправильно. Это 2,55. Вот так, 3,55. Блин, если я не хочу умирать, я не хочу умирать. Так, на втором этаже часы. Я хоть... Я со страх... Я на волнении. Я на страхе. Вообще ничего не вижу, честно говоря. У меня поджилки трясутся. Я надеюсь, мне хватит рассудка. Так, здесь часов точно нет? Здесь часов точно нет. Ну, пошли на второй этаж. Вот здесь еще часики бывают. Вот здесь бывают. Вот часики. И вот часики. Божки мой! Блядь. Блядь. А, я неправильно часы завела? Ну, 3,55. Это без пяти четыре. Каким выключателем ты пощелкал? Пойдем посмотрим. Так, это ивент был. У меня, короче, сейчас не происходит изгнание. Может быть, они сделали больше часов? Может быть, из-за того, что я неправильно выставила призрака? Может быть, я ритуал не провела? Установите время о смерти призрака на настенных часах. Я... Сколько рассудка? 78. Слушай, может, я неправильно призрака выбрала или часов стало больше? Ну, я вроде бы правильно же все выставила. Где, что, я не сделала не так. А, я на этих неправильно поставила. Господи, вот это паника, вот это паника. Все, теперь все верно. Я сейчас посмотрю выключатели. Я понимаю, что я уже не могу призрака выбрать. Он где-то щелкал выключатель. Я понимаю, что это, наверное, было внизу. Но мне показалось, как будто возле ушка, прям возле моего. Но отпечатки нет. Отпечатки нет. Я надеюсь, что это был Юрей. Может, сейчас ты мне дашь АСГ? Ни на каком выключателе нигде нет отпечатка. Очень печально, что они так и не настроили АСГ. Но мы справились. Мы вроде бы справились. Если, конечно, это была все-таки отпечатка, это будет очень печально. Ну, собственно, поехали. Задание мы все выполнили. Ритуал на пентаграмме, конечно, такое себе. Нужно просто, короче, в нем постоять. И, собственно, на этом все. Можно было бы хотя бы какие-то свечи зажечь. Да, оказывается, все было верно. Это был Юрей. И опять нам не дали АСГ. Я очень долго на него смотрела. Я потратила кучу времени, но АСГ нам так и не показалось. Где ты, моя кисенька? Иди покушай, худенький совсем. Вот. Ну, заработала денежек. Я очень рада, что я выжила. И в целом, что получилось пройти это испытание. Спасибо всем, кто посмотрел. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я очень нуждаюсь в вашей поддержке. Вы были на канале Пандузик. Меня зовут Женек. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Продолжение следует...